Здравствуйте, дорогие зрители канала Баланс ТВ. В студии Инга Гончарова и сегодня у нас в гостях российский поэт, композитор, бард, философ и теоретик авторской песни Александр Мирзоян. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Инга. Рад вас видеть в студии Баланс ТВ. Спасибо. И судя по вашим пореганиям многочисленным, которые, в общем-то, я еще не все перечислила, я могу констатировать то, что вы однозначно разносторонний человек. А вот какую сторону своей жизни, не просто жизни, а вот то, чему вы посвятили свою жизнь, вы могли бы назвать главной? Ух, 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 что-нибудь попроще. Нет, ну, скажу честно, сегодня для меня, конечно, вот философия – это дело моей жизни. И когда вот вы сказали теоретик песни, в действительности, вот в теории песни скрыта самая большая философия мира. Потому что вот то, что в начале было слово, да, в нашем писании священном сказано, на греческом языке ведь «энархэ» – «эпоэсэн тонтеус» в начале, да, то есть не евангельский текст, да, а ветхозаветный. Вот в начале Господь «эпоэсэн тонтеус», вот «эпоэсэн» спел, и это же состворил. То есть вы говорите о том, что Господь, когда поет, Он сотворяет при этом Вселенную. Совершенно верно, да. Если вы, современный зритель, скажем, особенно молодой, знает это по Толкину, по-моему, да, у него там вот мак выпивает Вселенную, да. Вот это взято именно из священного писания, потому что на… В начале было слово «энархэ», вот «логос», да, «логос» Гераклит вывел из слова «легейн» – петь, восклицать, звать, вот череда вот этих смыслов. Ведь мы дословно, вернее, не дословно, а однословно, вот выразить, что такое слово, мы не можем. Простейший пример, да? Вы можете песню пересказать? А, ну, наверное, какой-нибудь любимый можно, ну, проще спеть. Вот именно, проще спеть. Потому что вот почему Пушкин говорил, что не литература, не театр и не поэзия, а именно песня является паспортом нации. Я потом это нашел, знаете, у кого? У скриба. Помните «Стакан воды», который написал замечательную пьесу, которая постоянно по телевизору на каком-нибудь канале обязательно идет, «Стакан воды». И это сказал, он был хороший эсэист, скрип, и он написал, что именно песня является паспортом народа. И Пушкин это подхватил и отправил Чадаеву. А Чадаев ему отвечает, говорит, одна русская песня стоит стокки русских летописей. И потом уже, как бы спустя время, знаете, шли годы, и вдруг я как раз вот нахожу у многих философов именно, что песня – это самое достоверное произведение человека, потому что он в нее вкладывается целиком. Почему она паспорт? Там все. Мы не можем это пересказать, это полнота. И на всех языках мира страна, дом, происхождение, имя – это песня. Даже в западных языках. Как ваково копаете. Намэ, да? Намэ. Имя. Это намэ, номэ – это на греческом языке песня. Это священные песни, гимны и впоследствии гимн Аполлону. Слово «страна» русское – это от слова «струна». Струнить на старославянском – это петь, играть, струните. И вот эта страна у греков хора, у англоязычных – кантри, песня. У франкоязычных – кантон, кантр, певец. У братьев-евреев – это каганат, хазанум – это певец в храме. Хазана – хаза, дом. Мы знаем даже вот в арго, в русском арго, да? Там, когда вот собираются все эти вот такие вот… Что у нас там на хазе, да? Вот это, кстати, очень многие сакральные понятия в арго сохраняются. Они как бы вот транслируются, и они там присутствуют. Вот это вот хазан, каганат. Казанум – это певец и каганат. То есть то, что мы как бы в свое время… Хазарский каганат был включен в Российскую империю и является нашей частью, между прочим. Александр, работая в Википедии, о вас говорит следующее. В конце 90-х годов Мирзоян все больше времени уделяет исследованию историко-философскому, осмыслению самого феномена песни. А вот почему песня – это феномен? Как вы пришли к тому, что песня – это феномен? В свое время, когда приходится вести какие-то мастерские поэтов, музыкантов, певцов в основном, да, там, жюри, там, разные все. И надо людям что-то говорить. Объяснять, что они делают так, что они делают не так. И когда он начинает говорить, вот, понимаете, у вас со стихами здесь вообще надо было бы почитать, там, Пушкина, Цветаева, Белого, там, Мандельштама. Он говорит, вы понимаете, я не поэт, я же песню пишу, да? Про музыку говоришь то же самое. Я же не композитор вообще, я же песни пишу, да? Нет, понятно. Когда я говорю, что хорошо, чтобы вот в исполнении чудо какое-то было, да, чтобы какая-то там… Я же не требую там ни Козловского, ни Шаляпина, да, но что-то в голосе настоящего певца всегда есть что-то, что тебя вот так берет, да, там, вот так. Кто Бернес, что у него, голос вообще, там, вокал, извиняюсь с урожением, вокал, какой вокал? Там голос, там голос. Кстати, Цветаева писала совершенно замечательное и очень точное определение. Она говорила, голос – это не горло, голос – это смыслы. В письме к Андрею Белому. То есть она под голосом понимала и говорила, интонация – это самые большие слова. Тоже в письмах у них обширная переписка с Андреем Белым была, они очень дружили и были интеллектуально очень близки. Так что вот понятие «в голос» вкладываются самые большие слова. Это то, что в свое время про Акуджаву, а Александр Володин, наш замечательный драматург, он его когда услышал, где-то, по-моему, это были конец 50-х годов, и он его просто, он говорит, на третьей песне я понял, что я плачу. Почему я плачу, я не понимаю. И он говорит, этот человек должен выступить в Союзе писателя у нас, а он уже был большим там человеком, естественно. И он пришел, значит, подошел к нему, говорит, вот я бы хотел, чтобы… Он говорит, да у меня всего там семь песен, вот я четыре спел, лет пять, еще две, я говорю, не важно, сколько у вас песен, вот вы должны у нас в Союзе писателей это исполнить. И тот говорит, ну хорошо, говорит, в каком-нибудь вечере там все. Естественно, про сольный концерт никто не разговаривал. И Володин приходит в администрацию, я забыл фамилию, очень известная фамилия, которая была руководителем худсовета тогда, Союза писателей и Дома литераторов. И говорит, слушай, такой человек, такое чудо, он должен у нас выступить, вот у нас там вечер какой-то чему-то посвященный, он должен там быть. И тот у него спрашивает, говорит, у него что, замечательные стихи? Он говорит, да не в этом дело. Он говорит, он что, музыкант прекрасный? Он говорит, да не в этом дело. А что, голос, поэт, да не в этом дело. Он говорит, так что же? Вот понимаете, вот это, а что же тогда, да? Вот чудо. Девочка-платье, шарик улетел, да, у Акуджава вот эта песня. Это стихами назвать трудно. Мелос там тоже, не бог весть, исполнение, не коруза. Оторваться невозможно. Как объяснить чудо? Почему это полнота? И когда я задался вот этой целью, я понял, что объяснить этим людям, которым я должен что-то говорить, будучи там метром, метром жюри, да, вообще, который сам не понимает, как вот, как сороконожка, да, с какой ноги она там начинает ходить. И я решил, что этим надо, это очень интересная тема. Я думаю, поскольку я все-таки источник наук человек, да, я там кое-что про физику знаю немножко. Я сейчас все людям объясню. Вот я уже 25 лет занимаюсь этим. Объяснили? Бум, ну, кое-что себе, себе я кое-что объяснил. Но тайну, как выясняется чудо, объяснить невозможно, да. К нему можно прикоснуться. И, знаете, вот, ты разгадал, тайна – это не загадка. Загадку можно разгадать. На загадку есть ключик, отгадка, да. А на тайну нужно откровение. Понимаете? Вы знаете, у меня вот в этот момент возникает вопрос. Какие откровения происходят с людьми в 21 век, когда ключевая музыка, ну, в большинстве случаев, допросите вы меня, и ты электронная. Когда человек берет планшет вот такой, скачет программу, да, если бы гоп-стоп, и набирает все звуки в электронном виде, все это миксует и играет во всех заведениях мира. Электронная музыка сейчас правит миром. А вы говорите о Пушкине, Ахматово, Цветаево. Инга, вот именно об этом и нужно говорить, потому что иначе происходит катастрофа. В свое время… То есть вот то, что сейчас происходит, это катастрофа? Это катастрофа. Дело в том, что музыка, вернее, песня в первую очередь управляет миром. Три великих философа земли русской, даже четыре, это то, что я знаю. Я не знаю, как бы кто еще что сказал. Я же в какой-то степени я дилетант. В какой-то степени, потому что у меня же нет надо мной гуру, который бы сказал, ты вот посмотри это, посмотри это, потому что никакой гуру не знает, куда смотреть ту тему, о которой я говорю. Но именно о песне, о принципах организации мира, как принципы организации мира. Больше говорили философы, чем культурологи и кто бы то ни было. И смотрите, три… Вот я сейчас назову четыре фамилии. Солженицын. Что поем, то и веруем. Василий Васильевич Розанов. Наша песня, наша вера. Горький сказал ту же самую фразу. И великий наш философ русский Иван Александрович Ильин написал целую книгу, такое «Пающее сердце» называется, где он о песне говорит такие вещи, что мне даже… А я бы их никогда бы не произнес. Понимаете, это говорит великий русский философ. Он говорит, одно «Пающее сердце» производит во Вселенной действий больше, чем все социальные и экономические пертрубации. Вы понимаете, о какой силе он говорит, да? И на всех языках мира я просто не могу сейчас… Как бы я когда читаю лекцию, у меня куча слов. У меня, как это называется, плакаты, да, на которых нарисованы слова, причем которые идут там, скажем, греческий, санскрит, древнееврейский, шумерский, где на всех языках это слово «песня», оно означает также и силу, и путь, и веру. Ну, латинское простое «верс» – это песня, поэзия, «верс» – это вера, естественно, да, связь как «религо», то есть связь туда. Хорошо, вы говорите о песне как о феномене, но при этом вы сами как творец создаете вот ту самую песню. А вот свое творчество вы как можете оценить? Ой, это такое, как вам сказать, это камерные вещи, и к майнстриму такому, на котором бы могло воспитываться общество, я бы себя отнес бы в последнюю очередь, наверное, потому что у меня очень много песен на стихи Цветаева, Иосифа Бродского, Сосноры, Чухонцева, Кузнецова. Это такая тяжелая, ну, сложная поэзия, понимаете, это уже для больших, скажем так, ценителей, да, но общество должно расти на Акуджаве, Высоцком, Висборе, Городницком, Киме. Как говорил Ганс Георг Дамер, немцы вообще очень много внимания языку выделяли. Они говорят, мой родовой язык – язык певца. Мой родовой язык. Почему ребенок до шести лет – самая большая, оптимальная такая фаза восприятия языка и вообще мира, да, он как губка впитывает. Кстати, если до шести лет человек в речевом пространстве не был, это Маугли, знаете, да, есть такой эффект Маугли. После шести он уже все, он уже язык не воспринимает. Если он в речевой среде не был, большой привет, поезд ушел, и это уже Маугли, с ним ничего невозможно сделать, это медицинский просто клинический факт, об этом есть масса работ на эту тему. Так вот, до шести, пока он не учится писать, да, у него же только слуховой аппарат, это универсалия вообще, да, слуховой аппарат. И он им учится и слышать, и видеть. Кстати, петь и видеть – это одно понятие. И ближайший пример – это дельфины. У них это абсолютно явлено, то есть они слухом, как бы, вот сканируя пространство, да, ультразвуком, у них картина мира расшифровывается через слуховую в зрительной, понимаете. То есть слух, они общаются в 3D-картинке, слухом, звуком. У человека это немного, не сильно явлено, но тоже присутствует. Вот петь и видеть, то есть картина мира, недаром слово модель внутри ода. Модель, да? Мода. Мода, да. Ода. Ода – песня. И у греков есть такие формулы языковые, которые просто должны вот дети уже в школе просто знать. Ода – песня, одас – путь, эдас – храм. Вот песня, как путь к храму, да. В русском языке мы хорошо знаем слово. Вот одас для нас еще не говорит. А вот слово тропа, а это тропарь, который мы в церкви поем. Тропари. А слово гать мы тоже хорошо знаем. Это дорога над болотом, да, гать. Особенно в Белоруссии хорошо это слово знаем. Так гать – это песня на санскрите. Гата и гати. То есть вот это выбор пути. И слово ваганты мы знаем, да, ваганту на санскрите – это тоже обретающие пути. То есть песня оказывается фигурой, на которой вообще стоит мир. Это субстанция, которая определяет и веру, и пути развития, и образ жизни. Модель, модуль, модус. Модус – правило общежития. Кстати, в английском языке line – это не только нить, это путь жизни. Это пение стихов, псалмов и так далее. И тоже определение курса жизни. И образ жизни еще line. Посмотрите, большой английский словарь. Очень рекомендую нашим зрителям обратить внимание на большой английский словарь, где там очень подробно это слово разобрано. И мы должны понимать. О, в русском языке, греческое слово. Мы говорим «основание, база». Так вот, «базис» в греческом языке – это как раз пение стихов и псалмов. «База». «Базить» в старославянском. Вы, Александр, так глубоко изучаете этимологию. Не просто песни, но и, в принципе, слов, на мой взгляд. Что, возвращаясь к нашей беседе о современном обществе, что в связи с этим очень пугает состояние современного общества, которое… Ведь электронная музыка – это просто набор звуков, которые не несут, может быть, какую-то смысловую характеристику. И мы, уходя сейчас от этого состояния, о котором вы говорите, через звук мы идем в храм, через храм мы идем к Богу. Что мы теряем в своем внутреннем состоянии? Теряем тот храм, который вообще, по идее, хотелось бы обрести. Кстати, по поводу этимологии. И в свое время ученики у Конфуция спросили, «О, учитель, какое у вас самое большое желание?» Он сказал, ну, как там пишут исследователи, говорит, Конфуция печально опустил голову и сказал, «Самое большое мое желание было вернуть словам их истинные смыслы». Вот я практически являюсь продолжателем дела Конфуция. Ну, тогда еще, кстати, Адама, который занимался в раю тем, что он именовал, давал имена. Совершенно, конечно, за всем этим стоят такие длинные смысловые цепочки, которые восходят еще вон туда. Кстати, Адам на шумерском – это отец, путеводитель и песня. И, кстати, Адам. В разных языках его и называют и Адам. А Айдам, как пишут шумеры и в санскрите, рай – это место песнопения. То есть там поэт. Ну, на всех картинах мы же это видим. На старых картинах ангелы же они поют, они и певцы, и светы. Так что за всем этим стоит колоссальная, смысловая такая айсберг большой. И по поводу Лейбниц, великий математик, и современный, великий, один из величайших математиков современности, Пенроуз, в свое время об этом говорил Алипунов и Калмагоров, тоже великие математики наши, они говорили, когда человек слушает музыку или песню, Лейбниц, я у него первого нашел, может быть, кто-то до него это тоже говорил, что, слушая музыку, наш мозг непрерывно вычисляет, и мы независимы, это принудительный процесс. То есть музыка заставляет мозг, я думаю, не только мозг, этот мозг просто легче сканировать, мы же не умеем сканировать, как тело реагирует, а ведь мы сидим, любую музыку включаем, у нас лаган начинает рефлекторно что-то отбивать, да? Сделать танцевать. Да, и мусик, мусик на старославянском, музык, мусик, там по-разному читается, мусить — это принуждать. Слово мучить, понимаете, идет от музыки. И смотрите, если мы играем вальс, танго, марш, рок, эта музыка нас заставляет существовать в определенном режиме. Причем не только танец, да, весь организм на это реагирует, вальсирует, значит, весь организм вальсирует, состояние вальса, состояние танго, состояние марш, состояние роков, да, там, или буги-вуги, неважно. Но это принуждение, понимаете? Вот я нашел у великого нашего философа Григория Сковороды это капельмейстер мусит. Думаю, что такое за мусит? Мусит, играет, да, музыка. И полез, и там огромный комментарий по поводу мусить, мучить и принуждать. Так вот, когда сегодня нейробиологи говорят, что песня, музыка, это и есть принудительный запуск механизмов восприятия мозга, принудительный, вот в слове мусить, это уже и есть. Задолго, задолго. Он сам себе выбирает, как он себя будет мучить. Принуждать, да. И к чему главное принуждать? Чему он хочет подчиниться, понимаете? Что его привлекает? Ведь музыка, которая танцует тебя в ритме рок-он-ролл, и музыка, которая танцует тебя в ритме. Ну, это, скажем, да. Это же разное принуждение. Зачем, конечно, в том-то и дело. И не даром у древних есть формула «государство строит император и певец». Это XII век до новой эры книга Шудзин, китайская книга песнопений. И в книге «Перемен» Шудзин, эта фраза тоже существует, «государство строит император и певец». Извините, а в русском пространстве, когда Ключевский пишет, «Россию построили Петр и Пушкин». Император и певец. Кстати, интересная формула, между прочим, когда Бибихин, это есть современный такой замечательный философ, к сожалению, он ушел от нас, он говорит, Россия родила Пушкина, чтобы потом родиться от него. Красивая формула. Это из регреды, между прочим. Это Вишну рождает Адитий, чтобы потом родиться от него. То есть для квантовой философии, вообще для квантового мира, это вещи достаточно естественные. Для нас это звучит, как это так? Я родил того, чтобы родиться от него. Так вот Россия родила Пушкина, чтобы родиться от Пушкина потом. Вот это вот Россию построили Петр и Пушкин. Что до Пушкина не было России, была, но другая. И поэтому великий математик, Федор Богомолов и физик-теоретик Юрий Магаршак, они пишут, «Пушкин, как Моисей для русского народа, он вывел нас в другую размерность языка и в другую размерность мира». То есть наш мозг стал мыслить по-другому на этом языке и видеть мир начал по-другому. После Пушкина Россия полетела и как философская нация, и как научная нация. Понимаете, когда Лебниц в свое время, ой, не Лебниц, Эйлер говорил, «Вы на русском языке, на вашем этом дремущем языке никакой науки не будет. Вы русские, патологически не способны к науке». Представляете, что он нам такое сказал, да? И Ломоносов там винтом пошел, «Ну, Ломоносов-то сам писал труды на латыни, на немецком». Понимаете? Вот как хорошо. И вплоть до начала XIX века так оно и было. После Пушкина и Владимира Соловьева, который создал язык русской философии практически, переводя Гегеля, Канта, Шеллинга и так далее, и немецкую, ну, английская философия, какая там у англичан философия, никакой ее и нет у нее. Кстати, вот вы говорили, вот электронная музыка, да, Инга? Замечательный композитор Владимир Дашкевич, очень большая фигура в музыке, колоссальная фигура в музыке. Мы его, к сожалению, знаем там по... Ну, я имею в виду, мы, это основная масса нашего населения, да, там пом-пом-пом-пур-ур-вом, Шерлок Холмс, да, и песня на стихи Кима, все замечательно, но он блестящий симфонист, блестящая симфоническая музыка, у него феерическая просто. И вот он говорит, что привычка мыслить форматом, две с половиной минуты, да, это катастрофа. Разучившись слушать симфонические произведения, то есть долго вслушиваться, мы теряем способность думать. Помните Лебниц, Пенроуз, слушаем и вычисляем. То есть вот эти структуры мозга, которые ответственны за большие пространства, вычислительные, они перестают функционировать вообще. Почему математика полетела так вот в 19 веке, даже начиная с конца 18 века, да, это потому что новая музыка появилась. Этот взлет, это баховские хоралы, еще более ранние, они подготовили все это, потому что классическая музыка этим занимался Калмогоров. Я не хочу наших зрителей напрягать всеми этими пересказами. Посмотрите, ребятушки, дорогие мои ребятушки и девчатушки, посмотрите, как это удивительно, что делает песня и музыка вообще для того, чтобы, она ведет мир, понимаете, не случайно на всех языках мира, песня это еще ведущий. Вития на русском языке, вития, слово развитие вам ни о чем не говорит. Вот вития – это направляющие пути. Раньше, мне кажется, в каждом городе, в каждой деревне на улицах мы слышали не просто пение, а даже говор, мне кажется, был другой. Сейчас ты немножко уезжаешь в Подмосковье, куда-то вот в деревню, и ты слышишь, что там люди, они поют, у них говор очень протяжный, они так говорят, не торопятся никуда. Потом еще, знаете, какая-то… Да, в связи с этим у меня вопрос. А куда же мы и когда повернули? А самое главное, как вывернуть обратно? Мы повернули бездумно, потому что надо понимать вещи, с которыми мы имеем дело. Вот мы еще дошли до химии, до экологии, что оказывается, ну, экологию же можно померить, да, вот, меришь, берешь пробу воздуха, там, пробу пищи, а пробу песни, пробу мыслительных процессов, какой показометр нужен, показометр — то, что показывает, да, как мы пространство линейкой можем померить, а время мы прикладываем, а что-то не меряется. Вот у нас нету показометра, который измеряет вот основной продукт, на котором мы вырастаем. Слово «вначале было слово», то есть песня «Легейн», да, «Вначале было легейн», «Пеня», и когда мы понимаем, что в основе, в базе, вот этот «базис» — басить, басить, петь и исцелять, между прочим. И у Боротынского есть замечательное стихотворение, где есть такие слова «Болезный дух врачует песнопение, гармония и таинственная власть». А Киплин пишет «Властью песен быть людьми могут даже змеи, властью песен из людей можно делать змей». Вот с чем мы, с какой силой мы имеем дело. И если бы я не был, скажем, причастен к каким-то точным наукам, если бы я не занимался бы этим песнопением, я бы никогда бы ни с этими структурно не подошел к этой фигуре песенной, я бы никогда до этих вот откровений бы не дошел. Причем не я об этом говорю, мир об этом уже сказал. Понимаете, что самое главное? Кто я такой, чтобы там что-то вещать? Я пытаюсь найти, что мир, философы мировые, что цивилизации мировые сказали об этом явлении, и сам язык, что об этом сказал, что самое главное. Понимаете, когда это язык говорит, да, вот «базис» — «басить», «целить». И когда поэта привозишь, да, «болезный дух», «врачевое песнопение», это одно. А когда тебе язык говорит, что «басить» — это «целить». Кстати, «ликовать» — то, что мы в церкви делаем, да, вот это. Раньше на хорах стояли лики, их называли, да, хоры, лики. И вот «ликовать» — отсюда слово «ликование», да. Так вот «ликовать» — это еще и «целить», и «собирать». То есть Боротынский сказал то, что уже в языке, в действительности, претствовало, да. — Александр, я знаю, что вы еще по образованию физик. — Так, немножко, да. — И вот возвращаясь к началу нашего разговора, очень интересно все-таки, вы сказали, что Бог, когда создает Вселенную, Он поет. Физики же говорят о теории большого взрыва. Не кажется ли вам эти теории немножко по разные стороны? — Нет. Это именно одна теория. Потому что я исповедую теорию суперструн, которая сейчас все больше завоевывает внимание, потому что многие традиционные физики, скажем так, которые квантовики, они, ну, ребята, это одна математика. Но все было когда-то одной математикой, понимаете? И сейчас тысячи уже направлений людей занимаются теорией суперструн. Что говорит теория суперструн? Что все, в принципе, материи нету. Вот мы с вами, вот мы состоим из этих, из суперструн. Это свернутое одиннадцатимерное пространство, которое эту материю образует. А что это такое? Это некие торовидные, скажем, ну, разные фигуры пространства-времени, которые вибрируют, ну, очень сильно, да. И вот эти вибрации создают материю. Помните формулу Эйнштейна? Е равно mc квадрат, да? Вот есть квантовая формула, где е равно h, умноженная, h, постоянная планка, умноженная на ню, это вот вибрато, скажем так, частота. И вот эта вот ню, вот эта вот частота, она и образует во многом эту материю. Это очень примитивно, я излагаю. Но понятно, что энергия, она и рождает материю, понимаете? Е равно mc квадрат. И в этом смысле, как раз теория суперструн, она и говорит о том, что изначальная. И каждая точка материи, да, вот то, что является материей, каждая вот эта вот торовидная вот эта вот структура пространства, это и есть вибрирующая нота. И как пишет один из популяризаторов теории суперструн, Брайан Грин, есть такой известный американский физик-теоретик, он говорит, что вся Вселенная, это и есть звучащая арфа-аполлона. О чем и говорит вся мифология, понимаете? И в свое время, когда Соловьев, Паули, великий физик, лауреат Нобелевской премии, и масса других, ну, наш Алексей Федорович Лощев, в конце концов, он сказал великую фразу, миф — это не религия, это самая большая реальность. Вот когда в мифологии вот это Аполлон как создатель мира в действительности, Аполлон-Зевс — это, так сказать, это почти одна фигура. И когда именно Аполлон, Зевс и Афина — это, ну, как триада, да, все мировые триады, и он как бы выпивает тоже в определенном смысле мир, и он является и богом музыки, да, богом песнопений, и он ведет все знания. Обратите внимание, Аполлон — водитель мус, а мусы — это все знания, да, а он мусагет. И более того, он не только мусагет, он еще мойрагет, он водитель мойр судеб. И вот когда мы говорим «путь развития», представляете, какая коррекция, да, что песня ведет и все знания, и судьбу, то есть путь развития. То есть то, о чем мы сейчас с вами вот разговариваем, это базовые вещи для любого образования, а для русского в первую очередь, потому что русский человек без идеи — это не русский человек, по большому счету. Я думаю, что для того, чтобы развить нам эту идею, эту тему, которая на самом деле, кажется, не очень глубокой, нам понадобится не одна передача, но в завершении нашей передачи позвольте мне задать вам несколько коротких вопросов, на которые я от вас жду короткие ответы. Будет вопрос. Ну, попробую, хотя очень страшно. Хорошо. А что заставляет вас улыбаться? Улыбаться? А я много улыбаюсь, наверное, да? Но вообще я человек веселый, и меня бодрит очень та тема, которой я занимаюсь. Невероятная бодрость дает. И, кстати, вот многие, когда приходят на мои лекции, я когда вижу их в третий, в пятый, в десятый раз, я говорю, ребят, что? А вы знаете, бодрит. То, что вы говорите, очень бодрит. В чем смысл жизни для вас? О, нет, это я... Вы знаете, смысл нам написан в Священном Писании. Человек должен стать... Гераклит в свое время писал, если исполнять все заповеди, человек может стать Богом. Ну, вот у Бердяева и всей русской философии это поиск именно божественных началов. Человек должен стать Богом. Удеваться некуда, ибо он создан по образу и подобию. Если бы вам предложили прожить эту жизнь заново, что бы вы в ней изменили? Я бы сразу... Нет, я бы, наверное... Я бы лучше учился бы. Вот сразу бы начал заниматься этим, а не тем. А с другой стороны, без того, чем я занимался, я бы, наверное, и к этому не пришел бы, понимаете? Так что, как нас ведет проведение, так оно, наверное, и должно было быть. Что вы боитесь потерять в этой жизни? Что я боюсь потерять? Ну, вот разум, наверное, разум и духовные силы. Если бы не было песни в вашей жизни, чем бы вы занимались? Если бы не было песни, это даже страшно представить, если бы этого не было, это отнять мою жизнь, поскольку вот эта тема, это продолжение той темы. Но я бы, наверное, занимался теоретической физикой. Это был Александр Берзаян. Спасибо вам. Спасибо взаимно. Дорогие зрители, я хочу напомнить, что эту и другие понравившиеся вам программы вы можете увидеть у нас на сайте balansdefis.ru Всего доброго и до новых встреч! Телекомпания «Баланс ТВ» и мультипортал «Рузов.ру» представляют. Уникальный интернет-проект «Тысячелетие». Приключенческий роман на документальной основе «В поисках бессмертия». Два друга отправляются в Гималайи на поиски нектара бессмертия. Их ждут удивительные приключения, невообразимые открытия и ужасные трагедии. Святые и мудрецы, йоги и ведьмы, мистики и даже черные маги встретятся им на этом пути. Мы пройдем этот путь вместе, и еще неизвестно, чем он закончится. Гималайи еще никогда не были так близки. Поэтому, не теряя времени, отправляйтесь в путешествие на сайте в поискахбессмертия.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова